Добрый вечер, дорогие отцы, матушки, братья, сестры и дети. Сегодня мы продолжаем четвертую степень о блаженном и преснопамятном послушании. Стих или пункт восемьдесят шестой. Кто видит, что собор братьев через него упокоевает, тот пусть не хвалится этим в уме своем, ибо воры кругом. Начертай глубоко в памяти Твоей сие слово Христово, и да сотворите вся повеленная Вам, глаголите, яко раби не ключи месьмы, яко ежи должни бегом сотворите сотворихам. Правильный суд о трудах наших познаем во время исхода из сей жизни. Вы знаете, так бывает, что кроме ленивых людей есть еще такие, которые все исполняют, много трудятся. И вот таким здесь предупреждение, чтобы не хвалиться этим в уме своем, ибо воры кругом. Воры имеется в виду, конечно, духи злобы, у которых не получилось, скажем, навести лень на человека. И он с Божьей помощью что-то сделал полезное для братьев монастыря, или для прихода своего, или для своего отдела епархиального определенного, или для своей семьи, для церкви. И таких людей дьявол смущает уже тщеславием, гордыней, своей значимостью. Отсюда потом бывает возвышение над другими, превозношение, и потом бывает даже непослушание. Это известно из многих примеров, когда, знаете, есть священники, которые много потрудились очень сильно, храмы, скажем, построили, большой приход создали. Но это Божья помощь и все. Но здесь может возникнуть тщеславие, и в итоге человек попадает в гордыню, и это, конечно, будет для него духовной катастрофой. И вот мы, когда с Божьей помощью что-то удастся нам сделать, не надо этим хвалиться. Почему? Но мы всего лишь исполнили то, что в наших обязанностях, что Господь нам повелел, тем более Он и помог нам это сделать. Ежедожный бегом сотворите сотворихом. Поэтому «Призрия Господь на труд мой, смирение мое, и оставив все грехи мое». То есть, кроме того, что надо усердно очень трудиться, нужно еще смиряться, не превозноситься, не гордиться. Это очень важно. Видел я одного священника, не в этой епархии, который, ну так, по-моему, храм построил, там еще стройки разные, и служил долго, в общем. И когда ему уже за штат уходить, он как-то себя очень гордо повел, и очень некрасиво, и пришлось архиерею. Ну, его не в запрет отправили, ну, по крайней мере, так распрощались с ним. Он показал, что, в общем-то, все его труды пропали, потому что сам он ничего не приобрел, никакого смирения, и очень тяжело было это видеть, как он стал общаться с архиереем очень гордо, и даже не пришел указ забирать о направлении за штат. И, конечно, жалко было этого священника. Общежитие есть земное небо. Итак, понудим себя иметь такое же сердечное расположение, как служащие Господу ангелы, пребывающие на всем земном небе, иногда бывают как бы каменисты сердцем, а иногда напротив бывают утешаемы умилением, чтобы им и возношения избегать, и услаждать труды слезами. Говорится большей частью об общежительном монастыре, и предлагается, чтобы каждый населитель монастыря имел такую же мысль, как служащие Господу ангелы, то есть в протосе, в смирении трудился. И говорится, что бывает, иногда на сердце у человека окаменелое такое бесчувствие, окамененное бесчувствие, иногда бывает умиление. Но умиление – это по Божьей милости с нами бывает, а бесчувствие окаменелое такое бывает для того, что, или даже скажем, потому что мы превознеслись над тем, или для того, чтобы мы не превознеслись над тем. То есть из-за нашей склонности к превозношению бывает такое бесчувствие, чтобы мы увидели, а действительно умиление было, но это дар Божий был, а без Бога мы становимся как камень бесчувственный. То есть умиление для того, чтобы возвышать человека к Богу, а смирение для того, чтобы он не гордился. Вернее, вот эти вот окамененные чувства бывают для того, чтобы человек не гордился, знал свое место. Небольшой огонь смягчает много воска. Часто и малое бесчестие, нанесенное нам, вдруг смягчает, услаждает и истребляет всю свирепость, бесчувствие и ожесточение сердца. Вот к этим словам некоторые могут отнестись, как, помните, иудеи слушали Христа, когда Он говорил о хлебе жизни, и говорили, это жестокое слово, кто это может слушать? Невозможно человеку это слышать, еще и исполнять. Так и здесь. Несколько раз уже мы встречаемся с тем, что для нашего очищения страстей необходимо перенести бесчестие на прасыну. И, казалось бы, какое это отношение имеет к светлой, евангельской, православной вере, любящего Бога? Оказывается, действительно, Бог-то нас любит, но наше сердце исполнено страстями. И как больному человеку нужны иногда горькие лекарства, так и нам для очищения необходимо перенести какие-то искушения. Я как-то уже рассказывал, что в монастыре один брат, я когда его хотел сделать на определенную должность спасать в монастыре, он говорит, не буду, не хочу, я говорю, ну, нужно нести. Он говорит, ну, тогда гарантируй мне, чтобы я не буду с братьями никакие столкновения. Я говорю, ну, я не могу тебе это гарантировать даже напротив. Гарантирую, что всякие столкновения будут, поскольку об этом сам Христос сказал в Евангелии. «Горе миру от соблазнов, есть нужда прийти соблазну, но горе от человека, через которого приходит соблазн». То есть Господь сказал, что необходимо, чтобы были с нами разные всякие искушения, что и бывает. И сильно бояться их, стараться, даже бывает, некоторые боятся какие-то послушания исполнять, потому что там случаются какие-то искушения. Этого не надо. И мы в то же время говорили, что и вызывать на себя искушения не нужно, это не наши меры, эти герои занимались. А нам надо терпеть находящие скорби. Они будут, об этом Господь позаботит своим промыслом, для того, чтобы как прижигание для нашего сердца, чтобы наше сердце было чисто. И посмотрите, оказывается, какая от этого польза. Небольшой огонь смягчает много воска. Часто и малое бесчестие, нанесенное нам, и надо, может, продолжить, принятое со смирением и самоукорением. Вдруг смягчает, услаждает и истребляет всю свирепость, бесчувствие и ожесточение сердца. Если мы с вами научимся по-евангельским мыслям врагами для себя считать наши страсти, руки и только бесов, а не считать врагами ближних или досаждающих, то все останется на свои места. Мы увидим в свое сердце, что оно очень не стойко стоит, не твердо стоит в Евангелии. Даже помолиться внимательно мы не можем, всю службу простоять, чтобы мысль не отвлеклась. А зачастую мы видим в себе гнев и ярость и другие пороки. И вот это нас должно беспокоить, что, Господи, я не такой сейчас, каким Ты меня задумал. Если я умру в таком состоянии, я не спасусь. Спаси меня сам, как знаешь, твоими путями, как Ты знаешь. И потом, когда мы будем встречаться с искушениями в наш адрес, всяким бесчестием, то мы будем принимать это как от руки Божьей, потому что это помогает нам избавляться от внутренних врагов, от испорченности. Дай Бог всем нам такое разумение иметь. Иногда бывает и теоретические люди понимают, а на практике тяжело исполнить. А многие зачастую даже теоретически не согласны с этим, что-то не то, что-то не похоже на православную веру. На самом деле, вот этому все святые отцы и получают. «Видел я однажды двух человек, которые, скрывшись в тайном месте, наблюдали труды подвижников и послушали их воздыхания. Но один делал это для того, чтобы подражать им, а другой для того, чтобы при случае объявить это с поношением и подвижников Божи отторнуть от доброго делания». Надо сказать, что действительно в древних монастырях старались кельи иметь на некотором расстоянии друг от друга, говорят, вержение камня, чтобы когда человек-подвижник молится, а там бывало, что и вслух, и всхлипание, воздыхание, такие молитвы именно, знаете, где своими словами, обращение к Богу, кающейся души, и старались, чтобы другие этого не слышали. Но здесь вот говорится, что разные люди поступили по-разному. Да, они посмотрели, как другие воздыхают. Но один может для того, чтобы свое сердце смягчить и получить пример какой-то подвижничества, а другой для того, чтобы потом всем рассказывать, вот этот отец, а потом о том молился, он вот так вот так воздыхал, то есть, такими нехорошими, по-моему, словами. «Не будь безрассудно молчалив, чтобы не причинить другим смущения и озорчения». И когда… Вот это одна мысль. Знаете, мы говорим о том, что молчание – золото, и не нужно много болтать, стараться больше молчать, но иногда молчать неразумно. Ну, к примеру, когда что-то старше даже спрашивают у человека, он молчит. Вот он великий подвижник, ему нельзя говорить, слова идут на счет. Вот. Это безрассудно молчание. Вот. И он может этим кого-то смутить, раздражить. Так нельзя. То есть, должно быть братолюбие, должна быть вежливость. И другая еще мысль тут же. «Когда повелели тебе поспешать, не будь медлен в действии и в хождении, иначе ты будешь хуже мятежливых и бешеных». То есть, бывает такое, ну, я встречал тоже, что брату говоришь, ну, какое-то дело скоро надо сделать или подбежать, быстренько пойти вместе. А он медленно так, изображая, быть может, степенность такую старческую, умудренную такую. Вот. Надо, конечно, и быстро двигаться. Даже, вот, Оптинский старцев, если почитать, старец Макари не любил таких медлительных слишком. Он любил, чтобы все исполнялось быстро, скоро, четко. Вот. И здесь об этом же говорится. «Видя сицевая, как говорит Иох, что некоторые души недуговали медлительностью по свойству нрава, бывает такое, флегматики, наверное, так правильно называют. Ну, то есть, несколько медлительный такой темперамент. Это ничего страшного, природный такой характер. А другие по ухищрению, или еще сноска есть по упрямству. И удивился, как разнообразна злоба страстей. Вы знаете, мы привыкли говорить о грехах, страстях, о чем-то не сильно ужасном. А здесь всего лишь медлительность. Но исходит она из гордости, что подождут. Бывает такое, я с одним человеком, подчиненным, разговариваю по стройке. Быстро нужно было узнать, что было сделано, что еще нужно сделать. И он мне такой, с важностью, медлительностью, еще и говорил так негромко, чтобы я прислушивался. Ну, понимаете, так, вот так. Я его остановил, говорю, так, давай быстренько. Отчитался, четко, громко, чтобы я слышал. То есть, такую важность напускают, чтобы, видимо, других смирять. Это, конечно, надо, скажем так, исправлять такие немощи. Ну, немощи такие. Люди, которые нам подчинены, конечно, не с равными, не с старшими, конечно, которые нам подчинены. Там мы должны стараться исправлять. Мы за это несем ответственность. Пребывающий в общежитии не столько может получить пользу от псалмопения, сколько от молитвы. Ибо смущением рассеивается псалмопение. Ну, здесь псалмопение, это сейчас у нас больше относится к службе, к богослужению. Потому что раньше, ну, утренний, вечерний, все, большая часть из псалмов состояла, исчезния кофисов. А молитва, собственно, это молитва Иисусова. И вот здесь говорится, что кто в общежитии, то он больше может получить пользу от внутренней сердечной молитвы. Но все-таки в других местах отцы пишут, что и то, и то необходимо. Необходимо и богослужения посещать, необходимо и молиться умной молитвой. Даже это совместимо, когда стоим на службах, как вот Серафин Саровский пишет, как учит Макарий Оптинский. Во время богослужения можно про себя читать молитву Иисусова. Дальше. «Непрестанно борись с парением твоих мыслей, и когда ум рассеялся, собирай его к себе. Ибо от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения. Потому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушен. И непрестанно воззывай ум ко вниманию, ибо никогда не быть расхищаемым мыслями, свойственно одному ангелу». Очень важный пункт. Говорится о том, что некоторые люди отчаиваются, говорят, что не могу стоять на молитве, ум все убегает. Может быть, тогда вообще не ходить на службу. Такая уловка дьявольская. А здесь говорится, что и в других поучениях отцов говорится, что внимание в молитве – это уже дар Божий. Но понуждать себя внимательно молить нужно. Видите, как у нас зачастую ум лукаво мыслит, говорит, а, внимание – это дар от Бога, это не наше. Тогда вот буду ждать, пока подарят. А пока вот расслабился и все. Расслабленный человек, и ничего не будет подарено. А мы должны понуждать себя. И вот каяться даже в конце молитвенного правила или в конце службы. Надо бы покаяться так в помощи своим пред Богом, что мы не очень внимательно помолились, и ум наш расхищался разными помыслами. А в начале молитвы, знаете, вот есть стихи «Придите, поклонимся цареве нашему Богу». «Придите, поклонимся и преподем Христу цареве нашему Богу». «Придите, поклонимся и преподем саму Христу цареве Богу нашему». Вот святые отцы обращают это к уму, ну, скажем так, к духу, душе и телу. То есть, чтобы всецело, всеми частями своего существа помолиться внимательно Богу. То есть, понуждать нужно себя на внимательную молитву, а требовать от себя внимательную молитву не нужно. Это дар Божий. Причем первый дар Божий – это внимание в молитве. Второй – это умиление. Третий – это слезы умиления в молитве. Вот. Недавно меня спросили, как же вообще собрать ум в молитве, потому что бывает, вот, приходим на службу, а ум как-то расхищается и не сочувствует тому, что слышно. Вы знаете, надо, чтобы, ну, понятное дело, чтобы ум не расхищался, постараться нужно, чтобы наше внутреннее соответствовало тому, что читает. Тогда нас будет это притягивать. То есть, пока нет службы, пока мы просто находимся, ну, между службами, скажем так, работы какие-то, послушания, то нужно замечать себе бороться с плохими помыслами, замечать себе плохие движения, если они есть. И это нас должно беспокоить. Вот. И вот с этим, с болью святой, прийти на молитву, на богослужение, и там уже, тогда наше состояние будет соответствовать читаемому, Господи, воззва к Тебе, услышим я, услышим я, Господи. И все, что мы читаем, там молитвы Господу, Божией Матери, Ангелу, Транителю, Святым, все это тогда соответствует, когда у нас есть боль по нашим теперечным состояниям. Тогда будет более внимательным молитвам. Но опять, еще раз повторю, это лишь есть с нашей стороны понуждение на внимательную молитву. А само внимание – это дар Божий. Когда нам удастся внимательно помолиться, ни в коем случае нельзя этим превозноситься над кем-то. Сразу мы потеряем дар. Нужно поблагодарить Бога за то, что он дал внимание в молитве. Нужно, если нам кто-то сказал, что он сегодня невнимательно молился, нужно посочувствовать и за него помолиться. Господь дарует этому человеку внимательно молиться. Помилуй нас, Господи. То есть сочувствие, соболезнование к другим и ни в коем случае не превозноситься. Кто положил в тайне сердце своего завет самим собой, не оставляет спасительного подвига до последнего издыхания, и до тысячи смертей тела и души не уступать врагу, тот и не впадет легко ни в то, ни в другое из этих бедствий. Прекновения и беды сии происходят всегда от сомнения сердца и от недоверия местам. Удобопреклонные к переходу с места на место не искусны во всем, ибо ничто так не делает душу бесплодной, как нетерпеливость. Большей частью, конечно, опять же, здесь касается монахов, которые проживают в Упширительном монастыре. И бывает так, что случилось где-то искушение. Он говорит, ну тут место какое-то такое, братья не очень, я пойду в другое место, там получше. Приходит, а там вовсе не лучше. Даже был такой случай в Отечественнике, описан, когда один брат жил в братстве небольшом, там 10 человек, из которых 8 к нему хорошо относились, а двое как-то плохо. Но он не смог терпеть, ушел. В другое братство пришел, там 10 человек. Из них четверо к нему плохо относились, шестеро более-менее. Терпел, терпел, ушел. Потом пришел еще в одно братство, там больше половины к нему отрицательно были настроены. Но он уже говорит, похоже, я не прав, переходя с места на место, все хуже и хуже от этого. Буду терпеть ради Христа. И сделал даже себе такую записочку. Буду терпеть все скорби от братьев ради Господа моего Иисуса Христа. Потом свернул эту записочку и себе положил в пояс. И когда бывало такое, что ему кто-то досаждал, он отходил в стороночку, прочитывал эту записку, свое обещание, обед свой. И с Божьей помощью приходил в нормальном состоянии, не гневался на братьев. Потом братья это заметили и доложили игумену, наклеветали, представляете, что он имеет в поясе некий талисман, и что он колдун. Его надо выгнать срочно из братства. Ну, затем игумен так мудро поступил, ночью пришел к этому брату, когда тот отдыхал. Взял тихонечко эту записочку, вынул, прочитал, опять свернул, положил. И на следующий день созвал всех братьев. И его призвал. И говорит, брат, что-то ты смущаешь все наше братство. Вот они на тебя говорят, что ты колдун. И все стали кричать, да, он колдун, у него даже обаяние в поясе, то есть талисман. И тогда этот игумен сказал, ну-ка, разверни эту записку и прочитай перед всеми. И тот прочитал, что буду терпеть все досаждения, обиды ради Господа моего Иисуса Христа. И тогда все устыдились. И этот игумен всех поучил и говорит, вот видите, вы говорите, что он колдун, а на самом деле он подвижник. Он ради Христа все терпит и подкрепляется этим своим обетом. Устыдил их, поучил, и так все братья получили пользу. Ну, и вы сами знаете, бывало много таких людей, переходят с места на место, ищут где получше. Все их не устраивает, то настоятели, или игумен, или священник не устраивает, то прикажания не устраивают. И во всем такие люди обвиняют других, а на самом деле причина, конечно, в нем самом. Бывают некоторые, даже священники такие, с места на место переезжают, вот не хотят ничего терпеть, ничего нести, других только обвиняют во всем. И, конечно, перекати поле. Это, конечно, не есть хорошо. Нужно терпеть, где Господь поставил, там и находиться, терпеть, нести послушание. Еще сравнивают тех людей, которые переходят с места на место, с деревом, которые пересаживают много раз. Посидело дерево там, росло один год, выкапывают, пересаживают, через год опять выкапывают, пересаживают, выкапывают, пересаживают. Конечно, оно плодов не принесет никаких. Так и человек, переходя с места на место, не терпя ничего, желая только внешние обстоятельства сменить, а не желая меняться сам, ничего не приобретает. Был случай такой, когда один старец попал в больницу, и ему чадо сказали, батюшка, мы всем молимся, чтобы вам стало лучше. Он говорит, не надо так, вы молитесь, чтобы я стал лучше. Вот видите, какой помощь интересная. И действительно, не надо сильно пытаться изменить обстоятельства вокруг нас, надо саму измениться. Если ты пришел к неизвестному врачу и в неведомую врачебницу, то будь в ней как бы мимоходом, а между тем, тайно рассматривая жизнь и духовную опытность там живущих. Когда же от всех духовных художников и служителей почувствуешь пользу в твоих недугах, а наиболее, если найдешь между ними то, чего и должно искать, то есть врачество против душевной надменности, Тогда уже и приступи к ним, и продайся на злате смирения, на хартии послушания, на рукописании служения, и при свидетелях ангелах раздери пред ними, раздери хартию своей воли. Ибо если будешь только скитаться туда и сюда, то потеряешь искупление, которым Христос тебя искупил, место или обитель, в который ты поступил, да будет тебе гробом прежде гроба. Никто не исходит из гроба прежде общего воскресения, а если некоторые вышли, то знай, что они умерли. Будем молиться Господу, чтобы и нам всего не пострадать. Вот здесь очень важное замечание, но в основном к тем, кто желает монашество. Когда приходит человек в монастырь, он не должен сразу бросаться в послушники и давать какие-то обещания, даже неофициальные, только себе. А надо написать как бы мимоходом, ну то есть обычно как паломник. Просто живешь как паломник. Для чего это нужно? Для того, чтобы сохранить свою свободу сначала, чтобы изучить монастырь, изучить нравы, наставников, учат ли тут спасение. И в этот момент ты должен быть свободный от них. То есть, говоришь, что у меня духовник есть, я так пришел помолиться, посмотреть. Потом, если увидишь, что там действительно настрой духовный, уже тогда можно поступать, пытаться или проситься поступить в число братьев. Там уж возьмут, не возьмут. И если возьмут, сопричислят, тогда уже надо смиряться, слушаться и отсекать свою волю. Это такая вот здесь про духовную свободу говорится. Об этом много еще в житии старца Иосифа Исихаста. Вот он был молодым человеком, но духовные запросы у него были очень высокие. И в тот момент он говорил на Афоне, но практически не встречал духовных делателей, очень мало их было. И для того, чтобы жить на Афоне, ну, Келлия же нужна. А пока он не нашел того, чего искал, то есть духовника такого, духоносного, он сказал одному старцу, у которого Келлия была, говорит, Ава, мне надо пока пожить временно. Давай так, я буду тебе во всем помогать, но пока не готов именно у тебя кормляться, я еще буду смотреть, искать делателей молитвы Иисусовой. Тот говорит, ну, хорошо, давай, ему помощник нужен был. Так вот договорились. А потом этот старец стал его поучать, стал заниматься духовным воспитанием. И пришлось тогда будущему старцу Иосифу, тогда еще юноше, уйти от него и сказать, что старший, мы договаривались, что я найду еще себе духовника, но пока так вот, братцы, просто пожить. И ему, а тот старец, видимо, не смог так сохранить свободу от того юноши, пытался его уже вразумлять, учить. Ну, а сам не был такой очень способный учитель, поэтому Иосиф Исихаст от него ушел, раскланился, помог в чем мог, с благодарностью и пошел искать. Потом они нашли Арсением, будущим старцем, тоже нашли одного духоносного отца, по-моему, Даниила, который и учил их молитвы, воспитывал их. Ну, на этом все. Сейчас пометим. Спасибо за внимание. Только не расходитесь пока.